Тема нашего семинара. Давайте мы, друзья, так сделаем. Я то, что мне Господь на сердце положил, я поделюсь этими мыслями, а потом, наверное, мы оставим немножко время, может, на вопросы-ответы тоже. Если у кого-то будут вопросы, по ходу, может быть, тут найдутся те, кто смогут микрофон взять и где-то там, если кто-то хочет с места задать вопрос. Знаете, тема очень непростая, сложная и в то же время, я думаю, очень актуальна и важная. Как избежать усталости и выгорания в служении? Знаете, когда я об этом думал, я вспоминал, как молодым человеком я покаялся, отдал свое сердце Господу. Мое сердце горело. Мое сердце горело, и я очень хорошо помню ту радость, которую я имел, когда я получил ясное свидетельство, что я спасенный человек. Вот Дух Божий дал свидетельство моему Духу, что я Дитя Божия. Но я не хотел просто так быть спасенным, я хотел что-то делать для Бога. И у нас молодежи пели вот такой гимн один, который потом стал девизом моей жизни. Там такие слова. Я не хочу полуправды, я не хочу полуцели, я не хочу, чтобы струны в сердце без песни звенели. Если отдаться так навек, если служить так всецело, так, чтобы пламенем ярким сердце победно горело. Вы знаете, на своем служении я встретил разные моменты, сам имел много переживаний, когда этот огонек угасал. И я встречал много братьев, которые, знаете, подобно ионе, лежали у стен Неневии и плакали, были бессильны. И, казалось, все рухнуло. И я хотел, чтобы мы сегодня посорили в Писании и попробовали ответить, как избежать такого состояния, вот выгорания в служении, потери этих сил. Я помню, когда начинал только служение первый раз, наш пресс-фитер дал мне слово. Он нас за кафедру ставил, мне еще 17 лет не было. Но он считал так правильно. И я помню, я записал всю свою проповедь от и до. Дорогие братья и сестры, вначале свои проповеди, все-все, каждое слово записывал. Но я думаю, это даже не была проповедь, но я думал, меня оставят на какое-то время. Прошло пару недель. Я помню, сидел на балконе в доме молитвы, и наш пресс-фитер так ищет кого-то. Потом меня увидел и мне показывает вот так. Я понял, ему вот так показываю. Нет, я с Ирином послал какого-то дьякона. И он пришел и говорит, Карл Андреевич сказал, чтобы ты шел и будешь сегодня вторым проповедовать. Я говорю, я не пойду, я не готов. Дьякон прибежал опять к пресс-фитеру, опять они поговорили. Он второй раз приходит и говорит, пресс-фитер наш, Карл Андреевич сказал, если ты не придешь, он объявит вслух, и ты прибежишь. И я побежал, я побежал, он сел рядышком возле него, и он мне говорит, слушай, вот у тебя совесть есть? Я говорю, ну я думаю, немножко есть. А он говорит, посмотри в зал. Я посмотрел в зал, там было много пришло неверующих молодых людей. Он мне говорит, если молодой человек выйдет за кафедру, если ты даже ни одно слово не скажешь, просто вот так встанешь и все. Все же поймут, что я же неверующего за кафедру не пущу, говорит, это будет уже 50% успеха, говорит. А если ты еще рот откроешь, говорит, 100% успеха. Ошим говорит, смотри, у нас там текст был на балконе, придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Он говорит, на этот текст ты будешь проповедовать вторым. Я буду за тебя молиться, когда первый скажет, хор споет, и ты выходишь. Ну, можете представить, что мне было. Но я вам скажу, вот тогда загорелся огонь в моем сердце. Я трепетал, я дрожал, я молился, я проверял свое сердце. И знаете, Бог благословил, Бог благословил. Это был такой урок на всю жизнь. Я хотел в основании наших рассуждений прочитать книга «Исход», третья глава. Пожалуйста, у кого Библия есть, откройте тоже. Моисей пас овец у Иофора, тесте своего священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыне и пришел к горе Божией Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста, и увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал, пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал, Моисей, Моисей, он сказал, вот я. И сказал Бог, не подходи сюда, сними обувь твою и с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И сказал, я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. И сказал Господь, я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопли его от приставников его, я знаю скорби его, я иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли, сей в землю хорошую, пространную, где течет молотко и мед в землю Хананеев, Хитеев, Амареев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев. И вот, уже вопль, сынов, Израилева дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетает их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону и выведи из Египта народ, мы сынов Израилевых. Моисей сказал Богу, кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых? И сказал Бог, я буду с тобою. Аминь. Это очень интересная история. Я хотел, забегая наперед, сказать, вот это событие сделало Моисея вождем народа Божьего. Вот здесь. Мы можем себе, давайте, представим, вот что увидел Моисей. У него была спокойная, размеренная жизнь, не было особых планов каких-то, да, тем более возвращаться из Египет, откуда он убежал, и теперь уже столько лет он здесь, и, может быть, в мыслях он когда-то возвращался, да, у него был страх, потому что его могли убить, и теперь вдруг он видит, горит куст. Думаю, что куст не один раз горел в пустыне, Моисей это много раз видит, я себе так представляю, но видел, куст горит, и чем-то он там был занят, потом повернулся, смотрит, горит другой или этот, не может быть, но такой сухой терновник. Опять посмотрел, нет, этот куст, почему так долго горит? И он стал наблюдать, он горит и не сгорает. И чудо было не в том, что куст горел, чудо было в том, что он не сгорает. Я себе представил, сколько он примерно мог там смотреть времени, и он видит, да, куст не сгорает. И тогда он принимает решение, он сам себе говорит, пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст горит и не сгорает. Вот мне хотелось, чтобы мы вместе с вами посмотрели, в чем секрет пламенного служения, почему кто-то сгорает, а кто-то не сгорает. Вы знаете, есть такое мнение, не раз уже слышал, некоторые думают, что у кого-то есть какой-то особый секрет, и люди этим секретом пользуются, и поэтому в их жизни столько благословения. И служение, знаете, вот действительно, вот горение есть в этом служении, есть особая благодать, особое благословение, очевидное присутствие Бога. Но мы прочитали, что это был терновый куст. Что это такое? Вы помните, когда согрешили Адам и Ева, Бог сказал, проклята из-за вас земля. Тернии волчи произрастит она. И вот терновый куст – это символ проклятого, отверженного. Но когда в среду проклятого и отверженного входит Бог, оно становится святым. И горит, и не сгорает. И это реально. Вот для каждого человека, который пускает Бога в свою жизнь и дает ему простор, гореть и не сгореть. Секрет был не в Моисее. Секрет был в Боге, который был в этом кусте. И когда Моисей приближался, был голос из среды куста, который говорил, сними обувь, твое место, на котором ты стоишь, и есть земля святая, мы знаем, что Моисей продемонстрировал страх Божий. Он закрыл лицо рукой, он понял, вот что здесь происходит. Вот причина. Это Бог. Бог. И дальше, когда Бог с ним стал говорить, оказалось, что не по причине Моисея, вот Бог смотрит, вот такой хороший человек, куда бы его пристроить? Нет. Он говорит, я увидел страдания народа Моего. Я услышал вопль их. Я иду избавить их. И я пошлю тебя. И я пошлю тебя. Знаете, когда мы обратились к Господу, вот я думаю, это один из признаков духовного возрождения, это служить для Бога. Помните, когда Саул обратился по дороге в Дамаск, он сказал, что повелишь мне делать? Это есть признак соприкосновения с Богом, когда Бог ходит в нашу жизнь. Все становится святым. Что повелишь мне сделать? И это произошло в жизни Моисея. Интересно, когда Моисей стал говорить, ну а кто я такой? Можно себе только представить, какие мысли были идти к фараону, самому могущественному правителю того времени, возвратиться туда, откуда он бежал, и потом, ну на что я способен, ну как я могу тут вывести этот народ миллионный оттуда, с рабства египетского. И Бог ему сказал, и я пойду с тобою. И это все? И это все. Это нужно, чтобы не сгореть. Я пойду с тобою. И мы не будем сегодня разбирать жизнь Моисея, его служение, но я чуть-чуть забегаю вперед. Был момент один, помните, когда народ восстал на него уже, когда он их вел по пустыне, был ропот, недовольство, там жажда была, пить хотели. И они собрались Моисея побить камнями. И тогда Моисея возопил Богу и сказал, Господи, еще немного, и меня побьют камнями. Вот что делать? И тогда Господь ему сказал, возьми жезл и ударь в скалу, а я стану пред тобой. То есть я не забыл это обещание. Я сказал, что я пойду с тобою. И знаете, мы, эту историю знаем, с вами пошла вода, и там потом написано, и поверил народ Господу и Моисею. Бог восстанавливает авторитет своего служителя, да, они поняли, это Божий человек. Это человек, с которым Бог говорит. И Бог через этого человека говорит. И это очень важно. И я хотел бы, чтобы мы в этом контексте побеседовали, братья и сестры. Можно много-много сегодня сказать разных выводов, уроков, как избежать усталости, выгорания. Но, может быть, для начала я хотел, чтобы мы вот так подумали, вот какие признаки выгорания. Мы же можем обмануться с вами. Я вот так думаю, вот мы сейчас сидим и думаем, ну, это же, конечно, не про нас. Это же, конечно, не про нас. Но помните, мы читаем, когда Господь говорил с малазиатскими церквами, ангелы, лаудикистской церкви, знаете, их мнение абсолютно отличалось от мнения Бога. Они думали, все нормально у нас. Какие могут быть претензии? А Господь сказал, ты жалок, ты слеп, ты наг, и так далее. Советую тебе купить глазную мазь, помазь глаза твои. Ну, совсем другое мнение у Господа. Я думаю, что нам иногда, когда мы рассуждаем на такие темы, нужно просто позволить Духу Божию говорить нашему сердцу. Я не оговорился, но мы же все слушаем. Ну, вот помните, как Давид, который проверял свое сердце, да, и он говорит, ну, вроде все нормально, а потом он говорит, испытай меня, ты Божий, узнай сердце моё и зри, не на опасном ли я пути, направь меня на путь жизни. Ну, кажется, неужели мы об этом должны сегодня помолиться? Но давайте позволим, братья и сестры, Духу Божию показать нам наше сердце. Показать нам наше сердце. Ну, допустим, возьмем такой пример. В Библии написано, Иисус Христос, когда возносился с этой земли в Деянии апостолов, мы читаем, когда Он возносился с земли, Он сказал, чтобы они оставались в Иерусалиме, и Он сказал, вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудее, Самаре и даже до края земли. А вот если нету этого горения в сердце, вот если побуждения нету, тогда кризис Духа, тогда что-то произошло, потому что Иисус ясно сказал, когда Дух Святой будет жить в вашем сердце, вы будете не угошать Дух Святой, вы будете жить в послушании Духу Святому, вы будете мне свидеть, вы просто не сможете по-другому, а когда этого нет, начать проходит какое-то угошение. Я думаю, мы должны очень честно, искренне проверить свое сердце. Я думаю, как проповедники, как служители, мы переживали, вероятно, такие моменты бессилия, слабости. Вот что-то не то. Я помню, как-то я был на служении на одном и приехал домой, а мне на другой день на конференции одной быть, и я там должен главную тему говорить. А я домой пришел, моя жена в положении, и я вижу, она уставшая, она там убирается дома, вечер уже был, а мне времени-то немного готовиться уже осталось, и детки там все. И я говорю, Оля, это, мне вот, ну, я не смогу тебе помочь, я говорю, ты же видишь, я говорю, мне надо готовиться. Она говорит, да-да-да-да, давай, иди готовься, иди готовься. Знаете, я закрылся в своей комнате, ничего не идет, я молюсь, ничего не идет. И знаете, проходит полчаса больше, ничего не идет. Я стал молиться, знаете, как будто вот даже что-то не то, а я сказал, Господи, покажи мне проблему, что случилось, почему вот этого нету. И знаете, что мне Господь сказал? Иди и помоги жене. И я пошел, я сказал, Оля, прости, я был неправ. Да не, ничего. Я говорю, нет, я не прав, прости меня, пожалуйста. Я взял у нее пылесос, посадил ее на диван, там, стал убирать, потом там и вытирать, и мыть, и что мог, делал там, да. Она говорит, ну, все-все, хватит, хватит, больше не надо. Я говорю, нет, теперь до конца. Знаете, когда все закончил, конечно, она была рада, что я помог, и когда я зашел в комнату и стал молиться, я не успевал записывать мысли, которые мне Бог, знаете, мысли за мыслью, мысли за мыслью шло, да. Вот вроде бы мелочь такая кажется, да, но непослушание где-то, непослушание Духу Святому. Знаете, один брат мне как-то говорит, вот, говорит, что-то произошло, чувство, бессилие какое-то, да, и думаю, что случилось? Я стал молиться, переживать, потом вспомнил, я на работе запомнил одну анкету какую-то, производственную, и я схитрил там, если бы я честно написал, мне бы не добавили зарплату, а так я написал, ну, как бы вроде, говорит, не наглая ложь, да, ну, не то, что было, и мне, значит, зарплату. Зарплату, да, а мир потерял. Господь не на моей стороне, говорит, да, и я явно понял, что я огорчил Дух Святой. Вы знаете, пропуск на служение – это святость. Мы же это понимаем, да, место, на котором ты стоишь, есть земля святая, ты говоришь со святым Богом, сними обувь твою, да, я призываю тебя на служение, я пойду с тобою, и все, что ты будешь делать, ты будешь делать в моем присутствии. Помните, написано, вселюсь в них и буду их Богом, и вы будете моим народом. И поэтому, какие могут быть признаки выгорания? Очень тесно нужно проверить себя. Давайте подумаем, бывают такие моменты, когда какая-то сухость в молитве. Мы сами недовлетворенные. Или некоторые, знаете, делятся, говорят, вот молюсь на собрании, и у меня такое искушение произвести впечатление на слушателей. Знаете, вот сейчас буду молиться так, и, знаете, голос такой сразу, да, и, говорит, речь такая, я, говорит, понимаю, что это, говорит, просто театр какой-то. Но не отсюда она идет. Я пытаюсь понравиться людям. Есть какая-то проблема, да, то есть есть искушение имитировать духовную жизнь. А внутри какое-то разочарование, какое-то бессилие. Или, допустим, если признак выгорания, это, ну, нету вдохновения, нету желания, вот если честно, читать Слово Божие. Один брат со мной делился, говорит, ну, вроде бы не грех, говорит, да, но пришел с работы, но надо Библию почитать. И вот сижу читаю, и думаю, какая глава длинная попалась. Вот надо бы главу, вот меня тянет в интернет, говорит, сто процентов меня тянет в интернет. И думаю, ну, надо по диагонали. Я так быстро-быстро-быстро читаю, и вот прям жду тот момент, когда я кончу и пойду, включу, и начну там. Это непридуманные истории. Это реальность. Ну, знаете, кто-то сказал, кто что ест, тот то есть. И кто что есть, тот то есть. И когда мы не той информацией пользуемся и питаем себя, ну, что можно ожидать? Можно много назвать еще разных признаков таких, но я на это не сильно хотел обратить внимание. Или давайте подумаем, что ведет к выгоранию? И почему это случается? Вот мы верим в Бога, но доверяем ли мы Ему? Могут очень большие быть искушения. Мы можем в своем служении сделать фокус на себя. Не на Господа, а на себя. И как кто-то сказал, что в активном водовороте нашего служения мы можем потерять из вида самого Иисуса, если мы не будем бодрствовать. И мы будем тогда опираться на свои человеческие ресурсы, на свои способности, а не на Господа, на силу Его слова. Это очень серьезное искушение. И Иисус важнее, чем служение. Мы должны тоже это помнить. И когда акцент смещается, когда мы, знаете, приносим семью свою, можно даже принести в жертву своего служения, чтобы, знаете, ну тут о нас заговорили, значит. Все это очень серьезные моменты, и мы должны обращать на это внимание. Апостол Павел когда-то Тимофею говорил такие слова. Он говорит, возгревай дар, который в тебе через мое рукоположение. То есть нельзя проявлять нерадение. Сатана хочет, знаете, он хочет просто сломать нас. Он хочет затушить огонь в нашем сердце. Он хочет сделать нас бессильными. Он-то точно знает, что делает нас сильными. И когда мы горим действительно в служении, и он вот в этих моментах особо прилагает усилия. И поэтому очень, очень я заметил, вы знаете, беседы с братьями, вот когда теряется сила, когда нету поддержки, когда нету души попечителя. Подумайте, братья, у вас есть души попечителя? Мы проповедуем на эти темы, говорим членам церкви, что каждый должен иметь души попечителя. А кто наш души попечителя? Кто с нами беседует? Кому мы можем открыться? Да, за лучшее, когда муж и жена могут опекать друг друга. Но это очень важный момент. И я заметил в своем служении, что служители очень часто бывают одиноки. Одиноки. Нету человека, с которым, знаете, можно вот так что-то поделиться, попросить молитвенной поддержки. Все в общем и формально. И уже не один со мной делился и говорил, что это проблема. Произошло выгорание, опустошение произошло, да? Есть много разных еще моментов, да. Ну, мы хотим, я бы хотел больше, чтобы мы обратили внимание, если, допустим, это произошло в чьей-то жизни. Как восстановиться? Как восстановиться, чтобы огонь этот горел снова? И что нужно делать, чтобы этого не произошло? Я хотел, знаете, поделиться самыми простыми, простыми советами, которые говорит Писание. И я уверен, что мы их все знаем и, может быть, даже наизусть. Но как-то кто-то сказал, запомнил это выражение, если бы все проповедники, все служители стали жить так, как они учат других, началось бы великое пробуждение. Вот то, чему мы учим людей, делаем ли мы это, братья? Это очень важно. Мы заметили, что куст горел, потому что там был Бог. Там был Бог. Знаете, мы читаем в Слове Господнем о важности молитвенного общения. Ничего нового, правда же? Давайте проверим себя сегодня. Вот отчего бывает бессилие и когда горит наше сердце? Кто-то сказал, говорить о Боге могут только те, которые говорят самим Богом. А если вот эта связь где-то прервана и нет вот этого общения, нет жажды, желания быть в общении с Богом, тогда что? Почему? Или тянет ли нас на молитвенное общение? Любим ли мы это время? Каждый знает свою молитвенную жизнь. Я думаю, одна из причин выгорания это когда нет уединенной молитвы. Как-то в одной церкви я был на посещении, там члены церкви говорят мне, вот наш пресс-фитер никогда не молится. Я говорю, да не может такого быть. Нет, никогда не молится. Ну а как же он начинает собрание? Нет, ну это подолгу. Там в конце, там ребенка принесут, это подолгу. А так, чтобы его сердце коснулось, какая-то проповедь, чтобы он где-то попросил прощения или поблагодарил, просто никогда. Это что? Почему? Знаете, когда мы смотрим за молитвенной жизнью нашего Господа, вот Писание ясно говорит, если мы говорим, что мы любим его, мы должны поступать так, как он поступал. Наш Господь, Он очень много молился, Иисус. Я скажу, я много бываю у братьев, в поездках много за свою жизнь. Иногда я задавал себе вопрос, когда братья молятся? Когда они молятся? Ну, это же не просто, знаете, на ходу, на бегу, Господи, сохрани, помилуй, благослови, и побежали. Опять, чтобы ничего не случилось, но чтобы помнить, наш Господь Иисус, это тоже не новая мысль, но она мне так по сердцу. Когда мы читаем Евангелие от Марка, там сразу быстро события разворачиваются так, и вот мы читаем, что Иисус уже в доме тещи Симона Петра, Он ее исцеляет, у нее горячка, она служит, и написано, и вот когда день склонился к концу, у солнца уже заходило, ну, представьте себе, напряженный день Господа. Напряженный день Господа. Я не знаю, вам приходилось когда-то молиться за изгнание бесов, допустим, да? Ну, и вообще, это же не так просто, если сердцем совершать служение. Помните, когда женщина расслабленная прикоснулась к Иисусу, Он говорит, кто прикоснулся ко мне, ученики говорят, ну, а ты о чем? Он говорит, я почувствовал силу, отошла от меня. Я помню, мы молились за одержимых людей. Я знаю, что такое тяжелая работа, но я никогда так не уставал, когда мы пять часов были в молитве. И вот Иисус изгонял бесов, исцелял больных, день склонился, солнце заходит, и весь город собрался у дверей. И Он исцелил многих написано, и из многих изгнал демонов, бесов изгнал. Но самое интересное, потом мы читаем, я не знаю, сколько времени все это длилось, но солнце уже заходило. А мы читаем, а утром, став весьма рано, удалился в пустынные места и там молился. Вы знаете, люди удивлялись Его служению и говорили, никогда никакой человек не говорил так, как Он. Он говорил, как власть имеющий. За Ним стоял авторитет Отца Небесного. Его слова, в Его словах была сила. Ученики просыпаются, Иисуса нет. Я не о том, чтобы нам не спать, но я хочу спросить себя и всех, друзья, вам нравится ваша молитва на жизнь? Вас тянет молиться? Не потеряно ли это живое общение с Господом? Что-то утрачено, не тянет на молитву, что-то потеряно? Это очень серьезно. Я помню, я как-то беседовал с Верой Сергеевной Кушнир. И я говорю, Вера Сергеевна, ну откуда вот у вас тут сила эта? Вот откуда вы берете вот эту глубину, не рифмы даже, а вот содержание стихов? Она мне говорит, ей был 81 год. Ну, кто ее знает, такая женщина эмоциональная. Она мне говорит, Франц, я встаю в 4 утра, и я сбрасываю свое тело с кровати, говорит. Она не хочет, ну 81 год. Но я его сбрасываю с кровати, говорит. Потом иду в душ, и потом иду на берег Тихого океана, и я там 4 примерно часа провожу в общении с Богом. Молюсь. И он мне посылает мысли разные. Знаете, я, вероятно, вы слышали эти истории от меня, как-то на одной молодежной конференции спросил молодых людей, как вы думаете, вот весьма рано, во сколько это было? Утром встал, весьма рано, Иисус удалился пустын, и места, и там молился. И такая тишина, и вдруг один парень говорит, ну, наверное, говорит, 8. Ну, и вот такая же была реакция примерно в зале, тоже все залубались, но для него это весьма рано. Весьма рано это до восхождения Солнца. Это весьма рано. И знаете, за китайского миссионера Хацентейлера говорили, что Солнце никогда не всходило над Китаем, чтобы не увидеть Хацентейлера в коленопреклоненном состоянии пред Богом. Бог удивительные вещи сделал, через этого человека, да? Но он терпал эти силы там. И я знаю, что многие сгорели, потому что неправильное молитвенное общение было. Утратили это. Утратили. И как-то один брат так сказал, если расстояние между молитвами становится все длиннее, а молитвы становится все короче, вы отступник. Можете резко, но давайте мы сегодня, говоря о том, вот как сохранить себя от выгорания, нужно присутствие Бога, реальное, живое присутствие Господа. И это очень важно. на что еще можно обратить внимание? Тоже очень простой совет. Помните, мы читаем первой книге Царств, третьей главе, она начинается, знаете, читаешь и думаешь, такая грусть наполняет сердце. Написано, слово Божие было редко в те дни, введения нечасто были. И где? В Доме Божьем. В Доме Божьем, да? И мы читаем сначала, отрок Самуил служил Господу при Илии, слово Господне было редко в те дни, видения были нечасто, и было в то время, когда Илий лежал на своем месте, глаза его начали смежаться, и он не мог видеть, и светильник Божий еще не погас. Ну, угасал. И глаза смежались. Связь с Богом была прервана. И вот мы читаем про его сыновей. Они были священники, они были священники, но написано, они не знали Бога. Страшно читать. Они не знали Бога. Написано, они своей жизнью отвращали людей от жертвоприношения. Написано, они были люди негодные, они дошли до того, что они спали с чужими женщинами у входа в скинье. И Бог приходил и говорил со священником, что это надо поправить. И его реакция была неправильная. И когда Бог уже через Самуила сказал, что я сделаю такое дело с домом Илии, если кто услышит, зазвенит в обоих ушах, за что ты не обузывал сыновей твоих. Но кажется, он же говорил сыновьям. А что он говорил? Дети мои, что я слышу о вас? И что его волновало? Нехороша молва. Молва нехорошая. Ну, то есть, плохо про него говорят, про дом Илии плохо говорят, а остальное вроде бы не волнует. А то, что они в грехе живут, Бога не знают, священники не знают Бога, отвращают людей от жертвоприношения и так далее. Вы знаете, это очень серьезно. Слово Божие было редко. Я хочу задать вопрос. Как она в нашей жизни, братья, дорогие сестры? Я не знаю. Вы знаете, мы учим людей, чтобы у них был семейный алтарь. Но кажется, такая простая истина. Одна сестра со мной поделилась, ее муж служитель. И вот он такую хорошую пропасть сказал о том, что нужно в семье читать Библию. И это надо неформально делать, а надо вместе молиться. Ничто так не объединяет семью, как совместно в стене Библии молитва, говорят. Вечером пришел домой, включил компьютер, сидит. Я говорю, слушай, уже дети спать, сейчас пойду, давай почитаем Библию. Он говорит, уходи отсюда. Она говорит, ну слушай, ну давай. Нет. В общем, получился конфликт. Она взяла резиденцию, вилку вытащила из резетки, чтобы с компьютера и со скандалом ушла. Она мне говорит, если бы он жил так, как он учит. Нам кажется, что это, ну разве такое может быть? но Писание говорит, что может быть. Что еще очень важно, вот допустим, чтобы восстановиться, ну допустим, есть потеря этих отношений, неправильное отношение к Священному Писанию, но если честно, тошнит. Вы знаете, есть что-то нам нравится кушать, и есть еда, так себе, такое впечатление, что некоторых тошнит от Библии. У них нет аппетита к Писанию. Они не любят Писание. Значит, тогда и Бога не любят. Мы должны себя здесь проверить. Это просто книга текстов для нас. Это необходимость, или это потребность, или это наше желание. И я знаю братьев, которые сгорели, потому что они не питали Слово Божие. Они не читали. Помните, Павел Тимофею говорит, вникай в Писание, занимайся с ним постоянно. Он призывает его читать Слово Божие. Это очень важный момент, и братья, дорогие сестры, это чрезвычайно важный момент. Что делать? Вы знаете, я хотел пару слов сказать об исповедании греха. Писание говорит, но мы читаем притчу Соломона 13,9. Светильник праведных весело горит. Он горит, светильник праведных. А свет нечестивых, он погаснет. И грех всегда препятствовал исполнению Божьей силой. Помните, мы читаем, рука Господа не сократилась, но беззаконие ваше произвели разделение между вами, Богом вашим. Я так подумал, мы сегодня несколько раз говорили Христос воскрес, воистину воскрес. Но все правильно. А теперь давайте подумаем. Помните, когда Господь через Елисея исцеляет Наимана, Наиман хотел как-то рассчитаться с ним, какой-то подарок ему сделать. Елисея говорит, жив Господь, не возьму. Почему не возьму? Потому что живу в присутствии Бога. Но вдруг мы слышим Диезия, когда узнал, что он отказался, Диезия говорит, жив Господь тоже. Пойду и возьму. Это же страшно, знать, что жив Господь и грешить. Это говорит уже о серьезном отступлении. Знать, что жив Господь и носить в кармане 30 серебряников. И мы знаем ряд таких примеров, когда люди сгорели в двойной жизни. Я присутствовал в разных беседах. Помните, с одним человеком беседовал, никак не мог умереть. Он очень строгий такой был, знаете, критиковал, если где-то кто-то, какой-то грех, претендовал всегда на отлучение, руку поднимать. Но однажды, когда Бог просто милость ему проявил, я посетил его больницу незадолго до смерти, он мне такие вещи рассказывал. Я думал, ты же голосовал на отлучение этих людей. Люди замечали, да, а он в этих грехах жил, в тайных грехах жил. А силы не было, знаете, вот выйдет, что-то говорит, ну, вроде набор слов какой-то, и люди, знаете, иногда говорят, вот правильно говорит, а нету побуждения делать так, как он учит. Вот нету побуждения, нету жизни, нету жизни. И это очень-очень серьезно. Мы можем вспомнить Самсон, уже вчера вспоминали его. 20 лет был судьей Израиля. Начал очень хорошо. Дух Божий действовал от Дана до Версавии. А потом всего три главы про него. И в каждой главе у него связь с женщиной. В каждой главе у него связь. Знаете, потихоньку, больше-больше, стал себе позволять что-то. Еще, 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 еще. И знаете, а Бог молчит. И знаете, как написано, ты это делал, я молчал, а ты подумал, я такой же. Изобличу тебя, найду на тебя, представлю твои грехи перед глазами твоими, да. То есть, это все не так просто. Это все не так просто. Друзья мои, мы должны на эти вещи обратить самое серьезное внимание. грехи разделяют наше отношение с Богом. И человек сгорает. Нету связи, нету контакта. Бог перестает говорить с человеком, да. И знаете, какое искушение появляется? Мне неоднократно делились с этим, братья. Изобразить эту силу. Изобразить эту силу. Сделать вид, что она есть, но ее нету. Этой силы. Это очень серьезное искушение. Но если мы исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. Знаете, есть очень серьезные падения, но когда люди искренне каялись, Бог восстанавливал все. Нам даже трудно себе представить апостол Петр, например. Это же ужасно. Такие обещания давал. А там, притория Понтия Пилата, он говорит, я не знаю этого человека. Евангелист Матфей пишет, второй раз он поклялся, что не знает, клянуть, что не знаю. А третий раз он клялся и божился. Слышал, как-то один брат делился, где-то он, не знаю, насколько верна мысль, но чтобы божиться, еврей должен был поднимать руку к небу тогда. Это примерно выглядело так. Будь я проклят, если я что-то общее имел с этим человеком. И запел петух. Вот разбитый сосуд. Разбитый сосуд. Что делать? Бог может все восстановить. Иногда страшно, знаете, открывать какие-то грехи, исповедовать. Но если кто-то в таком состоянии, друзья, найдите кого-то, поделитесь, в перерывах где-то, помолитесь вместе. Не надо довольствоваться тем, что никто не знает. И это скрыто. Я знал историю про одного человека. Годами в этой церкви не было благословения. Потом, это длинная история, я не буду ее всю рассказывать, но мне сказали, что он жил во грехе. Прошли годы. Я когда с ним беседовал, он сказал, нет, 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 не было. Я говорю, хорошо, вот сейчас становимся на колени, я не буду, не могу все проследить, скажите это Богу, что не было. Ну, было. Ну, до страшного не дошло. Потом я ему говорю, а жене изменял? Уже пожилой человек. Он говорит, а у него жена уже умерла? Он говорит, нет, не изменял. Я говорю, хорошо, вот сейчас становимся на колени, и ты это скажешь Богу. И я вот так сползаю со стула, как будто вот уже на молитву. Он говорит, брат, подожди, брат, подожди. Я должен подумать, сидел, сидел. А, вспомнил. Один раз было, говорит, как жил в грехе, практиковал грех. Есть люди, которые с деньгами были неаккуратны, с Божьими деньгами. Где-то перепутали карманы, где-то не совсем верно поступили, вот как Иуда, который был вор. Это очень страшно. Очень многие, очень многие сгорели по причине гордости. Сгорели по причине гордости. И помню историю, когда рассказывали про саду Синдор-Синга. Он в Индии там был миссионером. Он приехал как-то в Европу, и там братья собрались, ну, там Бог столько делал через этого человека. И кто-то говорит, ну, скажи вот так откровенно, бывают такие моменты, когда вот у тебя вот так нос задирается, и ты думаешь, вот это я сделал. И он говорит, братья, вот помните, когда Иисус изъял в Иерусалим на осле, верхом там одежды поселили на осла, там ветви пальмовые там срезали люди, бросали одежды, кричали, «Осана, благословен, грядущий во имя Господне!» И говорит, подумайте, что осел бы подумал, что весь этот шум ради него. Такой осел едет, да, и одежду кладут, и дети. И он говорит, я только осел, на котором Иисус ездит. Он пользуется мною, да, и я хочу это сделать правильно в смирении. Я не знаю, у кого как на сердце, друзья, но я подумал, если кому-то нужно обновление, вот если мы просто послушаем разные интересные темы, там очень хорошие, я тоже очень вдохновлен, но если мы не примем решение, может кому-то надо поправить светильник, это надо Богу сказать, чтобы Господь поправил. Конечно, она же неудобна, ну тут тебе начнут пресветерокаяться, да, что ж тут делать, да, а потом могут подумать, что у меня кто его знает какие-то грехи, это же сатана нас. А может просто охлаждение произошло, потеряно вот аппетит к Слову Божьему, может быть молитвенную жизнь, знаете, мы вырываем, вот когда у нас нету времени, где мы вырываем это время? И я скажу вам, уже многие мне делились, они вырывают его из молитвенного времени. Начинали хорошо, выделяли специально время для молитвы, а когда вот некогда, некогда, ну так, так ладно, тогда сегодня покороче помолюсь, а потом вообще не помолился, набегу на ходу и так далее. Но где-то пришло охлаждение, вы понимаете, что горения нету, а гусь не сгорает, когда Бог там находится, когда Он не оскорблен, когда Дух не угошен, когда Он ведет нас по жизни, и мы в послушании делаем то, что Он от нас ожидает, когда Он владеет нами, и когда Он повелевает нам, и мы говорим, да будет воля Твоя, и мы идем и делаем это. Я так подумал, если кто-то, может быть, это утратил, вы просто устали, может быть, вы перегрузили себя, это тоже может быть. Вы знаете, сегодня есть такой грех, я бы его назвал грех чрезмерной занятости. Тоже очень рискованно. Вот. И мы должны правильно уметь расставить приоритеты, что нужно, что не нужно. Но мы об этом еще будем говорить, о баланс между организацией и духовным попечением членов церкви. Это в теме будет еще, эта мысль. Но сейчас я хотел на этом закончить, но хотел предложить, братья. Давайте посмотрим, если есть вопросы, а потом я сориентируюсь в отношении молитвы. Есть у кого-то, может быть, вопросы, кто-то хотел. Это время так быстро у нас проходит. Может, кто-то хотел задать вопрос. Да, сейчас вам микрофон дадут. Прекрасная тема. А молитвы сколько вы считаете? Нормальная продолжительность молитвы для служителя? Спасибо. Сколько времени? Как-то моя жена поехала в Германию. Мы в Казахстане еще жили. Ну, я вообще обычно всегда говорю, ну, муж больше двух недель, это ненормально, когда он на выезде. Я так думаю. В служении. Две недели, это нормально. Жена неделю. Больше это трудно. Мне так кажется. А у нее папа смертельный был болен. Месяц ее не было. Месяц. И я ее встречаю в Астане и еду с ней 230 километров домой. И я всю дорогу ей говорил, что я ее люблю и какой она мне близкий, дорогой человек. Мне дети говорят, папа, как можно 230 километров это говорить? А я даже слова не подбирал. Ну, понимаете, это в сердце. Я думаю, это зависит от нашего духовного состояния. Некоторые думают, как? Вот молиться они... Один брат говорит, я, говорит, засек время. Думаю, интересно, сколько я, говорит. Говорил, 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 говорил. Посмотрел, 8 минут. Уже не знаю, что говорить. Я говорю, а сколько времени слушал Бога? Он говорит, а что еще и слушать нужно? Ну, ты же в общении. Молитва – это же общение, да? Ты выделил это время. А когда ты хочешь... Ты вскочил и побежал. Вскочил и побежал. Я думаю, это зависит от разных ситуаций, но должна быть молитвенная дисциплина. Должна быть у нас, у служителей, да? Я помню один муж Божий, как я его называю, муж молитвы, он так говорил, я никогда, говорит, не сплю больше 7 часов. Никогда. Можно 6. Но когда, говорит, я 6 часов сплю, у меня, говорит, голова болит. А когда у меня голова болит, тогда и у жены голова болит. И это плохо, говорит, да? Поэтому, если я ложусь спать в 9 вечера, и я встаю в 4 утра. Если я ложусь в 10 вечера, и я стою в 5 утра. Я никогда не сплю больше 7 часов. Вот здесь я лежу, здесь жена, здесь у меня будильник, говорит. Звенит будильник, я его завожу всегда. Одной рукой я нажимаю на будильник, второй рукой я скидываю одеяло, говорит. Я никогда, говорит, не лежу одну минуту под одеялом после будильника. Никогда. А у вас как, братья и сестры? Ой, еще 5 минут. Ой, еще 10 минут. О, полчаса прошло. Ну, теперь надо бежать уже, да? Господи, благослови, помилуй, сохрани. И, вы знаете, сатана нас обманывает. Должна быть молитвенная дисциплина. И, знаете, один брат мне так говорил, ну, мы же не под законом живем, что вот нас там... Я говорю, ну, какая у тебя молитвенная жизнь? А я, чтобы экономить время, я молюсь во время бритья, говорит. Я, говорит, бровись возле зеркала. Вот экономлю время, он молится. А я говорю, а на ночь как? А на ночь? Я же тоже не под законом. Я к кровати подхожу, говорит, вот так себе свитер снимаю и впадение в кровать. Господи, благослови это бренное тело. Это непридуманная история. Он на полном серьезе мне это говорит. Знаете, это страшно слушать. А такое... Вы знаете, от этого времени должно веять святость. Он вел нас в присутствие Отца. Через Него мы имеем доступ к Отцу. Это должно быть тяготение. Знаете, мы же каждый знаем, у нас есть молитвенная жизнь или это формальная молитвенная жизнь. Мы же это понимаем, братья. Мы же учим людей, правда же, да? И поэтому, я думаю, сегодня где-то в перерыве мы с кем-то разговаривали. И брат говорит, нужно техосмотр иногда делать. Знаете, как в машине. Вот так мы должны делать, позволить Богу сделать техосмотр вот нашей жизни, да, и сказать, вот здесь подтяни гаечки, да. Вот здесь масло не подольешь, заклинит двигатель, да. Вот, ну, и потом что делать? Давайте мы вот так проверим свое сердце. А как-то, ну, знаете, неудобно про себя приводить примеры, но один муж Божий как-то так говорил. У меня, говорит, так много нужно сегодня успеть сделать, мне надо будет минимум два часа помолиться, чтобы успеть сделать то, что я должен сделать сегодня. А может быть, другое искушение, сегодня столько дел, минутку помолился и полетел. Вот откуда бывает благодать особая в проповедях, подготовке, да, когда мы много молимся. Бог дает нам откровения, дает нам мысли какие-то, дает благословения. Это очень-очень важно. Молитвенная жизнь служителя. И его жены тоже. Это очень важно. Но если Писание нас призывает, чтобы мы десятую часть всех своих прибытков отдавали Господу, ну, не всем это нравится, но я думал, ну, десятую часть своего времени можно посвящать молитве? Это много или нет? Выделить это время. Выделить. Я знаю, некоторые так практикуют. Вот десятую часть своего времени они выделяют для общения с Богом. Знаете, когда мы любим, это не втягость же с кем-то говорить, правда? Когда мы любим, действительно. Это же не втягость. Хорошо, еще есть вопросы? Извините. Хорошо. Давайте мы вот так сделаем. У нас осталось пять минут. Я правильно в часы еду, да? Я хотел предложить, чтобы мы помолились о том, вот, может быть, муж и жена, вот станьте лицом друг к другу, и вы знаете свою жизнь. Жена очень хорошо знает жизнь своего мужа, и муж, жизнь жены, правда же? Если вот Дух Божий вам говорит, тебе надо поправить, святильник, ты же это знаешь. Ты же знаешь, что ты выгорел почти. У тебя кризис духа. У тебя же сил нету. Ты же изображаешь эту силу. Скажите это Богу. Может быть, даже нужно, чтобы супруги друг у друга прощения попросили. И такое может быть. Но, может быть, можно объединиться две семьи вместе, если у вас есть Дух, помолиться об этом. Давайте вот возьмем эти несколько минут, чтобы каждый мог помолиться, чтобы Господь сохранил нас от выгорания, а если произошло, чтобы Он восстановил нас. Аминь.